Всем привет, друзья! Сегодня я бы хотел был с вами поделиться тем, как я учился дрифтить на Смотре, так как хочу этим видео помочь некоторым дрифтерам с освоением дрифта на Смотре, и в общем дать некоторые советы, которые, возможно, помогут вам в дрифте. Но перед тем, как я буду вам рассказывать, как я учился дрифтить, я хочу пререкламировать свой промокод на сервере, который вам даст на старте 50 тысяч игровой валюты. Поэтому вдруг, если вы все еще без аккаунта на Смотре, то обязательно идите регистрируйте, и при регистрации вводите мой промокод KEC на английском, который находится в описании. Ну а всем остальным, приятного просмотра, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, погнали! С чего бы я хотел начать, так это с рассказа о том, как именно я обучался дрифтить на Смотре. Но начнем с самого очевидного и самого банального, я очень, ну прям очень, ну очень долго и много катался в порту. Настолько много, что из моих тысячи наигранных часов на сервере, часов 700 было проведено в порту. Начинал я дрифтить на не особо быстром чипе, кстати, это было правильным решением, так как именно медленные чипы достаточно легко помогают привыкнуть к физике GTA V, уже проверено мною на многих дрифтерах. Объясняю, почему я настаиваю на том, чтобы вы обучались дрифту на не особо быстром чипе. Сейчас в порту достаточно много людей катается на быстрых чипах, и довольно забавно наблюдать над тем, как человек, который только сегодня купил себе дрифт-машину, пытается нормально проехать спот, но его вечно выпрямляет, и он виляет там, где вообще не надо. Теперь вам объясню, почему же его выпрямляет и почему он виляет. На тех чипах обычно стоят большие значения в параметрах пробуксовки колес и сцепления колес в поворотах, и за счет этого у машины большой зацеп, и, собственно, из-за этого новички не могут нормально справиться с машиной, так как у них очень большой зацеп, и, собственно, из-за этого человек, который только сегодня начал дрифтить, не может проехать нормально спот. А на медленном чипе, наоборот, пробуксовка и сцепы не особо большие, и за счет этого машина достаточно хорошо скользит. Многие говорят, что машины едят как по маслу, но на самом деле это не так. Это во-первых. А во-вторых, что вы хотите от GTA 5, где адекватный дрифт был добавлен только модами? А вот, собственно, сам чип, на котором я учился дрифтить, он подойдет как и на супру А80, так и на сливу С15. Единственное что, я тут побольше сделал сцепу и пробуксовку, потому что раньше я катался вообще на жуть медленном чипе. Просто если сделать, как раньше у меня было, машина как раз-таки будет ехать как по маслу. Но вам это не надо. Сам я сейчас катаюсь обычно со сцепой и пробуксовкой в районе 2 и 2, и мне нормально. Если захочу, могу догнать в дрифте людей с параметрами 2,5 и в 2,6. После того, как у вас появилась машина и чип на нее, что я вам посоветую дальше? А посоветую я вам научиться чувствовать вашу машину, чтобы вы легко понимали в дрифте, как у вас машина поедет наперед. Но это вопрос времени, просто катайтесь и все. А дальше я вам посоветую это научиться контролировать ваш угол. Это достаточно важный фактор в дрифте, и у многих дрифтеров порту с этим проблема. Лично я сам учился контролировать угол в аэропорту на взлетной полосе от одного края к другому, и контролирую это все ручником. А и мне это достаточно хорошо помогло в свое время, знаете ли. Так что если хотите хоть немножечко стабильности в вашем дрифте, покатайтесь там хотя бы минут 20-30. В горы вы можете поехать в принципе, когда уже немного начнете чувствовать вашу машину и держать одну перекладку достаточно долго. Это, кстати, будет для вас хорошая тренировка проехать по Вайнвуду или по той же дрифтрассе. Ну и перейдем к самому важному в дрифте. Так это к машине. Какие машины я посоветую для старта? Ну, вы, наверное, сейчас очень сильно удивитесь, но идеальный вариант для новичков это Сильвия С-15. Королева дрифта в жизни? Так и на Смотре. Я думаю, мне рассказы про нее особо не надо, просто идеальный вариант для новичков. Ну а так, помимо Сливы, можно взять Марка Сотика. Ну, наверное, сейчас после сказанных мною слов у фанатов Марка начнется дикая агрессия. Но мне сам по себе Марка не особо нравится в жизни. Но на Смотре, после того, как ему поменяли Хеллинг, тачка стала нормальной. И поэтому, если вам нравится Сотик, можете брать Сотика. Только единственное, он длинный, а я бы наоборот не рекомендовал бы новичкам ездить на длинных машинах. Это, кстати, говорит человек, который купил себе первую тачку Супру А80. Ну да. Еще можно взять Супру А80. У них, кстати, со Сливой немного схожий Хеллинг. Поэтому чипы от Сильвии на Супру или наоборот встанут без всяких проблем. А так, тачка тоже хорошая. Именно с нее я начинал дрифтить на Смотре и дрифчу по сей день. Ну и остаются у нас еще 180SX и RX-7. Но я бы лучше рассматривал первые три варианта. Чтобы вы примерно понимали, к чему вам надо стремиться, я вам покажу, как я приезжаю с пот в порту. И вы внимательно следите за колесами, за работой газом и ручника. И вообще покажу вам плюс-минус траекторию, по которой вам надо ездить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАЦИНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Ну и перед концом видео я вам дам еще парочку советов, которые вам помогут в дрифте удержать вашу машину. Первый совет, это если вы начнете чувствовать, что ваша машина не тянет дальше перекладку, попробуйте покликать ручник, он меня достаточно часто выручал. Второй совет, если вы начинаете чувствовать, что вашу машину начинает из-за чего-то выпрямлять, зажмите W плюс S и вы вернете колеса в сторону заноса, и этим самым вы сможете выловить вашу машину из выпрямления и вернуть ей угол. Когда вы учитесь дрифтить, то старайтесь ехать одному, или делайте так, чтобы в порту ехали вы за кем-то, а не кто-то за вами. Почему же? А потому что когда кто-то едет за вами, вы ощущаете на себя некое давление, и из-за этого вы начинаете делать ошибки и нервничать. Ну а так, я надеюсь вам это видео поможет с освоением дрифта на смотре и в общем в GTA 5. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, также буду благодарен, если вы подпишетесь на мою группу в ВК. Ну а всем удачи и до встречи!